МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крестный ход, соединивший две республики, Башкирию и Удмуртию, был частью ритуала юбилейного празднования в честь крещения Руси. По реке Ками из Николы Березовки в Каракулино таков был маршрут крестного хода. В пути участников сопровождал образ святого Николая Никола Березовского. По словам епископа Амвросия, такое решение было не случайным и символическим. Мы совершили в прошлую субботу крестный ход по реке Ками. Таким образом, наши верующие люди смогли пройтись с молитвой по реке Ками. Мы в вспоминании того случая, когда таким же образом по реке к нам пришла христианская вера. В этом крае, учитывая, что святыня нашего края, Никольский храм в Николе Березовке, является тем местом, где впервые была явлена икона угодника Николая. И таким же образом потихоньку в этот край пришли и монахи, которые начали созидать церковную, духовную жизнь. Юбилейный год для Нефтекамска станет значимым и для православных людей нашего региона. Епископ Амвросий поведал журналистам о том, что в плане епархии строительство еще одного храма на территории города. Мы хотели бы приурочить закладку этого храма к предстоящему визиту святейшего патриарха Московского и всей Руси в Башкортостане, и в частности к нам в Нефтекамске, в Нефтекамской епархии. Поэтому, сообща с администрацией города, я думаю, что все наши горожане поддержат нас в этом, мы бы хотели, чтобы положить начало этому доброму делу, как раз учитывая и наш юбилей, и визит святейшему патриарху, которого мы ожидаем. Воспитание духовности в молодом поколении, работа православных детских лагерей, организованных епархией, обо всем рассказал управляющий. Не остался в стороне и закон о защите чувств верующих, широко обсуждаемый в обществе. Епископ Амвросий ответил и на этот вопрос. За все эти столетия церковь воспитала себя в том, что ничто в этом мире не может помешать следовать заповедям Бога и жить по этим заповедям. Я не думаю, что это настолько серьезно, что в этом плане надо было нас защищать с законом. Но если такой закон был принят, я надеюсь, что он послужит тому, чтобы каким-то образом провести какие-то рамки дозволенности в плане отношения к святыням, к людям верующим и в том числе, если заходит, к православной церкви. Подводя итоги общения с представителями СМИ, управляющий Нефтекамской епархией отметил их особую роль в отношениях церкви и общества. Олег Манваров, Ильшат Исламов. Время новостей.